В начале предстоящей недели выходят следующие макроэкономические события. Во вторник в Германии выйдут два важных показателя, которые могут как подорвать, так и улучшить динамику евро. Первый из них – индекс потребительских цен за сентябрь. Ожидается, что цены снизились относительно августа на 0,2% и продемонстрировали нулевой рост к прошлому году. Напомним, что предварительный индекс потребительских цен в Германии, опубликованный ранее, также достиг отрицательного роста в 0,2% в месячном выражении и остался неизменным в годовом. В августе месячный рост цен был нулевым. На фоне низкой инфляции в Германии зафиксирован сильный рост зарплат на 2,7% в апреле-июне. Это максимальный показатель с 2008 года. Так, средняя зарплата до уплаты налогов Германии во втором квартале составила чуть более 3,6 тысяч евро, в то время как в 2014 году она равнялась примерно 3,5 тысячам. Второй индикатор немецкой экономики, который выйдет во вторник, индекс настроений в деловой среде от института Z и W. В октябре аналитики прогнозируют снижение индекса до 6,8 пункта. Деловые настроения, по данным исследовательского центра Z и W, ухудшаются с апреля этого года на фоне нестабильного внешнего фона для экономической деятельности. В сентябре индекс настроений в деловой среде Германии составил 12,1 пункта по сравнению с 25 пунктами месяцем ранее. Показатель упал ниже прогноза 18,3 пункта и оказался гораздо хуже своего долгосрочного среднего значения 24,9 пункта. В то же время оценка текущей ситуации немного улучшилась. Индекс повысился до отметки 67,5 пункта с 65,7 пункта. В среду выйдет показатель изменения числа заявлений на пособия по безработице в Великобритании за сентябрь. Эксперты ждут сокращения количества заявок на 2300 штук. Напомним, что в августе число заявлений на получение пособия по безработице в Соединенном Королевстве увеличилось на 1200 единиц. Фактическое значение не оправдало прогнозов сокращения на 5100. В июле в Британии наблюдалось снижение уровня безработицы до 5,5% в июле против 5,6% в июне. Кроме вышеперечисленных событий в начале следующей недели будет опубликована следующая статистика. Так, на понедельник назначены два выступления представителей Центробанков, заместителя председателя Резервного банка Австралии, а также главы Банка Канады Стивена Полоза. Во вторник в Японии выйдет протокол заседания Центрального банка. Китай опубликует данные по внешнеторговому балансу, а в Британии выйдет индекс потребительских цен. В среду Китай выпустит индекс потребительских цен, в Великобритании выйдет уровень безработицы, а в США пристально отслеживаемые отчеты по розничной торговле и ценам производителей. Редактор субтитров А.Семкин